Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, ну, для начала, прежде чем перейти непосредственно к самому вашему тексту, хочется сказать, что вне зависимости от того, каковы причинно-следственные связи того, что вы описываете, вам в любом случае необходимо учиться проживать чувства, выражать их, вот, действительно, не подавлять, потому что, на мой взгляд, дело не столько в ситуации, хотя о ней мы тоже, я надеюсь, поговорим, вот, вот, а дело не столько в этом, сколько в том, еще, что вы именно вот много в себе подавляете, много в себя, так скажем, контролируете. И когда, соответственно, вы свои чувства выразите, вот, когда вы их, в общем-то, прочувствуете в полной мере, я думаю, что вам будет легче в любом случае, вот, вам будет легче в каком-то смысле себя понять и увидеть, в чем, собственно, ваша здесь проблематика. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это на вопрос. То есть, какой у вас вопрос и, в общем и целом, какую обратную связь от психологов, в чем вы хотите получить помощь. Потому что у меня сложилось впечатление, что некоторые вещи в вашем рассказе, они довольно, скажем так, довольно все-таки, они довольно такие жуткие у вас, эти вещи. такие вот, ну, очевидные, то есть вы в них сами как бы не сомневаетесь, вот. И от того, что вы в них не сомневаетесь, я думаю, опять же, не совсем понятно, в чем может помочь психолог. Дальше. В голове много мыслей, которые я подавляю, забывая, живу с ними. Печневые. Да, а почему так? Почему вы подавляете свои мысли, забываете, живете с ними? Вот. То, что вы хотите, чтобы вас выслушали, означает ли, что у вас в целом ощущение, что вас не слушают? Не знаю, как собрать мысли в одну кучу, так они не должны быть в одну кучу. Вот. Наши мысли, они разные, и говорят по-разному. Вам нужно просто реагировать. Эту историю я не могу забыть и не могу в ней совладать. Ну, забыть невозможно, а вот что значит совладать? Опять же, у меня есть ощущение, как будто вы тяготете здесь к контролю. Все началось с того, что я устроился на работу, все вроде как, все вроде было хорошо. А цель устроиться на работу, то есть вы устроились на работу что-то, вы устроились на работу для чего? Давайте попробуем рассмотреть этот момент. А мне неприятно, об этом говорить стыдно, мне парсиво-надушно. Ну, вот то, что вам стыдно, говорит о том, что вы подавляете зло, подавляете зло. Я всегда думал, что работа это место, где можно общаться с коллегами на дружеской ночи. Нет, работа это место, где нужно общаться с коллегами на рабочей ночи, не на дружеской. Дружба это одно, работа это другое. На работе вам люди, не друзья. На работе это именно коллеги. Люди, которые преследуют свои интересы и цели. В частности, заработок денег. Мой директор приехал и с самого первого дня начал листать журнал и смотреть рабочие телефоны, перелистывать мою тетрадь передо мной как псих. А почему это так? Что такого в его действиях? Я думаю, что здесь действительно человек вас разочаровал в том смысле, что не оправдал ваши ожидания. Но разве ваши ожидания не только ваши ожидания? Не лучше ли будет здесь поисследовать ваши ожидания, чтобы увидеть, какие желания за ними стоят? И посмотреть, как вы могли бы их адекватно, конструктивно и, самое главное, результативно реализовать. Смотрел на меня, будто выпил чай с дерьмом. То есть, вы имеете ввиду, что у человека было к вам отношение. Пренебрежение, отношение. Ну что ж, это действительно может быть... Может быть правда. Действительно может быть правда. Действительно человек может к вам так относиться. А должен ли он относиться к вам по-другому вопрос? Если вы считаете, что нет, то наверное это не ваше место работы. На мой взгляд. Так, выходил на улицу и докладывал обо мне своей жене. Но, чтобы он о вас докладывал, нужно, чтобы ему сначала было что докладывал. Что он докладывал. И звонил передо мной ей. Ну, опять же, его право. Он выходил на улицу и говорил обо мне. И она мне перезванивала. Мне было неприятно, что меня обсуждают и слышат своими на другом конце трубки. Ну, опять же, не совсем понятно, что значит на другом конце трубки. Вам было неприятно, что вас обсуждают. Но я могу сказать, что рабочие отношения не личные отношения. И в рабочих отношениях обсуждать коллег, так как обсуждать директор, в принципе, должно быть. Другое дело. Другое дело. Что, опять же, если для вас это неприемлемо, то это рабочее место вам не подходит. И это вопрос к вашим целям. То есть, с какой целью вы пришли на работу, чтобы что. Да? Далее, вы говорите, неприятно. А чем именно вам неприятно? Как именно вас это вызывает? Мне неприятно, что он вёл себя как ребёнок, и я разочаровался в нём. А почему должно быть иначе? Ну, то есть, почему он не должен вести себя как ребёнок? Почему вы не должны в нём разочаровываться? А кого вы в нём видели, если вы не хотели в нём разочаровываться? Уж не наставника ли? Уж не родительскую какую-то фигуру? Я всегда привыкла решать свои проблемы сама, и такое поведение с его стороны мне непонятно. Ну, то, что вы привыкли решать свои проблемы сами, это очень здорово. Но, во-первых, не все люди могут, хотят и умеют так, как вы. А во-вторых, я не очень понял, каким образом человек не решает свои проблемы сам. Если вы про то, что он обсуждает вас со своей женой-директором, то если между ним и его женой сложились определённые отношения, которые предполагают такое обсуждение, тем более они оба директора, оба коллеги, ну, формально он находится в своём праве. Другой вопрос. Чем вас это задевает? Чем связано разочарование ваше? Чего вы хотели и чего не получили? Я привыкла людям говорить правду в лицо, и не понимаю, когда передаёт через кого-то. Опять же, то, что вы привыкли говорить людям правду в лицо, не означает, что другие люди делают так же. У меня такое ощущение, что вы судите людей по себе. Всё время мне звонила его жена и говорила, что это не довольно противно, чего-то он жалуется. Я полагаю, что здесь, возможно, её ревность к вам, но, возможно, и другой контекст. Если бы вы более подробно описали ситуацию, может быть, мы могли бы дать какую-то другую обратную связь. Я не понимаю, зачем он датаил обиду и не общался со мной. А на что? Обиду на что? Что вы сделали для такого? Понимаете? То есть, вы говорите, зачем он датаил обиду? Потому что люди вот так обращаются иногда за свои обиды. Они же не выражают. Обида, в принципе, и есть. Не выражение чего-то. Правление чего-то. И, на мой взгляд, вы обижены точно так же, как и он. Ну, вот. Не понимаю, зачем он датаил обиду и не общался со мной. А он должен был общаться с вами. Так. Я никогда не знала, что дело было во мне. Никогда бы не подумала, что я не работаю, ведь я ни на что не отвлекалась. Если вы прилежно выполняли свои обязанности и делали все, что было прописано у вас в трудовом договоре, и при этом на вас посыпались претензии, то это означает, что директор и его жена решают какие-то свои проблемы за счет вас. А вы за счет размытых личных границ, за счет определенных ожиданий, которые делают вас уязвимой, позволяете им это делать. Решать свои проблемы за ваш счет. Так. Наверное, это было связано с возрастом, неопытностью. Мне было 18 лет, а потом она приехала и сказала мне совершенно другую фразу. Если он будет ругаться, я тоже буду ругаться. Я не поняла, что это отношение как к вредителю конкуренции. Конкуренции в чем? Вредитель чему? Ну, если она так приехала, то повторюсь, это решение каких-то проблем между директором и его женой. Вы к этому отношения не имеете. Так, почему нужно обязательно ругаться? Ну, потому что некоторые люди не умеют по-другому обсуждать какие-то вещи. Как назвать ее поведение? Сложно сказать. По одной фразе. По одной фразе сложно сказать. Кто-то бы назвал это демонстративным типом. Да, демонстративный тип личности. Кто-то. Кто-то бы назвал это эстероидностью. Вот. Она защищала его честь. О какой чести идет речь? Что такое честь? Вот. Буквально. Что в данном контексте понимается, как честь становится? Приехав, она сказала, они работают. Он ей ответил, директор должны говорить, что делать, а то они ничего не будут делать. Я смотрю мне прямо в глаза. Повторюсь, если вы прилежно выполняли свои обязанности, если вы вели себя сам, то есть если вы не обесценивали себя раньше, и в глазах директора тоже себя не обесценивали, то это решение проблем этих людей. Если что-то такое у вас было, то в данном случае поведение этих людей это отражение вашей собственной психической активности. Так. Дальше. На тот момент мне все говорили только работой. Кто все? Если вам говорили только работой, вы, получается, тащили все на себе, и вопрос заключается в том, что вы готовы, вероятно, были тащить все на себе. Ни от кого не слышали ни слова поддержки. Ну, простите. Это рабочий коллектив. Вас не должны поддерживать на работе. Да? Для этого есть близкие. Для этого есть друзья. Для этого есть, ну, любимые люди. Да? Вот. Романтические партнеры. Но никак не коллеги. На данный момент я все еще на это работаю и не могу что-то держать. А что именно вас держит? Вот конкретно. Что вас держит? Я бы предположил, только предположил, что держит вас не что иное, как возможность или перспектива, возможность или перспектива доказать людям, что они не правы. Поправьте меня, если я не прав. Я просто хотел поделиться с кем-то этим, чтобы мне стало легче. Написав этот текст, мне стало легче. У меня еще много проблем. Но эта проблема больше всего гложет. Спасибо, если кто-то откликнется. Чем она вас гложет? Подскажите, пожалуйста, чем она вас гложет? Чем эта проблема вас гложет? Очевидно, гложет вот настолько сильно, что вы даже обратились к нам, то бишь, к психологам. И еще один момент. Скажите, пожалуйста, вот когда вы писали этот текст, вам стало легче. Вот. Можете ли вы заметить, от чего конкретно в написании текста вам стало легче? То есть в каком месте в написании текста вам стало легче? Вот. Это, на мой взгляд, очень-очень важно. Вот. Чтобы нам понять вашу проблему. Потому что пока что ваша проблема сформулирована, я бы сказал максимально в общих чертах. В ней не хватает деталей. Вот. Это и понятно. В тех, кто всего не скажешь, безусловно. Вот. Поэтому наша задача совсем разобраться. Вам. Ваша задача, наверное, пойти на психотерапию. Потому что очевидно, что у вас довольно все спутанно. Очевидно, что у вас вот довольно так все накручено друг на друга. Это, конечно, не может не причинять вам определенный, скажем так, дискомфорт, определенную, скажем так, нервозность. Которую, собственно говоря, вы и ощущаете, когда речь идет про вот всю эту ситуацию в целом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.